Привет всем! Как вы помните из прошлого видео, оказалось, что собаке нужна срочная операция, пол собаки занимает селезенка. Порваться она может в любой момент, и тогда мы собаку потеряем, поэтому мы в самом скором времени назначили операцию и теперь едем. На самом деле уже через сутки после назначения терапии таблеток стало заметно улучшение состояния. Поехали! Пойдем! Пес, дай мне ботинку надеть. Радостный пес на свете. Неправильный. Мне тоже надо. Ледунку поспит? Мышек посмотрим? Мышек посмотрим. Мышек посмотрим. Мышек посмотрим. Весело. Ага, волк тоже. Не, не больно. Вообще никто не делает больно этой собаке. Немного страшно. Немного страшно. Молодец. Все, хорошо. Насколько страшно может быть? Молодец. Вадя, супергерой. Ай-яй-яй-яй. Я нет, ай-яй-яй. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Все хорошо. Ага. Молодец. Молодец. У нас все хорошо здесь. Ты просладываешь. Ну, Вадя-молодец, а ночью, он перенервничал от того, что его волит. Все хорошо. Показывая вам Айзека, мы понимали, что собака уже у нас и деваться нам, собственно, некуда. Это ответственность наша, на ноги надо ставить, чтобы, в общем-то, собакой не было. И, честно говоря, мы не ожидали, что такое количество наших подписчиков, наших друзей захочет помочь поставить его на ноги. Поэтому мы невероятно вам всем благодарны. К сожалению, мы, чтобы успеть вам показать все, что происходит, не можем сейчас просто по времени сказать личное спасибо. Всем сделаем это чуть-чуть попозже. Действительно, очень многие откликнулись. И сейчас мы с вами будем присутствовать на операции. Я думаю, почти никто из вас в операционной никогда не был. Мы не стали озвучивать сам процесс. Так что вы будете в реальном времени, в операции присутствовать так, как это происходит там. И посмотрим, надеемся, что все будет нормально. А что дальше? Будем смотреть. Еще раз спасибо вам всем. И, конечно, спасибо нашим докторам из клиники Элвет во Всеволожске. Саша, Оксана, они просто у нас кудесники. Спасибо. И, как спойлер, в самом конце будет хорошая новость для любителей крыс. Мы знаем, что они всегда страдают от того, что не могут найти хороших врачей, которые берутся за их питомцев. Ну, что я тут спереди меточку тоже завершил. И столик еще надо дать. Прямо сюда вот. Я вроде бы. Прямо сюда. Сука. Прямо сюда. Прямо сюда. Продолжение следует... 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 Уазика была проведена диагностическая упаротомия, целью ее была ревизия внутренних органов, прежде всего селезенки, потому что на УЗИ было диффузное изменение этих органов. В ходе диагностической упаротомии был обнаружен отток крови, точнее нарушение оттока крови от этого органа. Диффузный застой и изменения. Было принято решение перенатяжения капсулы селезенки. Было принято решение удалить эту селезенку, что собственно и сделали. Помимо этого из изменений на внутренних органах это увеличенные ремфлозы или циркального угла, а тут была взята гистология, ну и плюс увеличенные ремфлотические сосуды тонкого отдела кишечника, ну соответственно их тоже взяли на гистологию, часть кишки. По результатам гистологии уже можно будет судить о дальнейших прогнозах и о дальнейшем лечении. Все, Айзек просыпается, операция закончилась буквально минут 15-20 назад, гистология. Видите, уже отходит от наркоза. Собака вставака. Я думаю, что это наркоза. Все хорошо. От собаки вообще ничего не осталось, прям очень заметно, что у него худенький живот. Достали. Единственное, что там было. Худенький животик был, Стас, вообще. Большая прям была селезенка? Ну такая, достаточно большая. Скажи, какая. Как печень, короче, говяжьего в магазине. Что с крысой? Крыска травмировала себе глаз, ну достаточно сильно. Глаз, к сожалению, спасти не удастся, поэтому его необходимо удалить, чтобы он не гнил и боль не доставлял крыски. Вот сейчас, соответственно, пойдем на операцию.